Каким будет новый учебный год в КФУ? Нужно ли вакцинироваться студентам и как пройдет заселение в общежитие? Мы планируем, то есть пока по цифрам приема, что у нас будет порядка 6 тысяч ногородних студентов. Ученые КФУ доказали влияние горных пород на окисление нефти. Уникальный подход поможет разрешить проблему добычи непростых залежей. Мы можем использовать данную технологию для резервуаров в России, Колумбии, Канаде, Китае и других стран для извлечения тяжелых нефти. Полярные сияния разрушают озоновый слой. Удастся ли человечеству избежать катастрофических последствий? В условиях продолжительной полярной ночи озоновый слой истончается максимально. Причем озон и разрушается, и создается именно ультрафиолетом, то есть солнечная радиация имеет тут ключевое значение. Всем привет! В эфире Неверньюса в студии Дианы Желенкова. Казанский федеральный университет стал победителем экспертного отбора Министерства обороны Российской Федерации по направлению «Большие данные», «Нейротехнологии» и «Квантовой технологии» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021». Прямая линия, посвященная особенностям нового учебного года в Казанском федеральном университете, состоялась на телеканале «Универ-ТВ». Центром внимания стал вопрос об организации учебы в условиях пандемии. Об этом и не только в нашем следующем сюжете. На вопросы студентов и их родителей отвечали проректор по образовательной деятельности Тимирхан Алишев и директор департамента по молодежной политике Юлия Виноградова. Одним из самых часто задаваемых стал вопрос о вакцинации студентов. Тимирхан Алишев отметил, что она необязательна. Приступить к учебе и заселиться в общежитие можно и без нее. Но проректор все же порекомендовал студентам привиться, чтобы обезопасить себя и окружающих. Однако дополнительные правила предусмотрены для иностранных студентов. Заезжая в Российскую Федерацию, у них на границе требует ТСПЦР, который сделан не ранее, чем за 72 часа до въезда. Кроме того, когда они заедут в наши общежители, вместо их проживания, они могут жить на квартирах, хостелах, где-то еще в гостиницах, в течение 72 часов они должны будут предъявить в университет еще один отрицательный ТСПЦР. Я думаю, что мы организуем тестирование на территории деревьев университета, на территории студгородка, такая возможность будет. И они смогут тут же сдать этот тест, получить отрицательный результат и сразу быть допущенными до занятий. Не менее важным стал вопрос о заселении в общежитии. Как рассказала Юлия Виноградова, Казанский федеральный университет ежегодно ищет новые пути для совершенствования процедуры заселения. Так, в том году стартовал электронный прием документов в целях улучшения обратной связи между студентом и жилищно-бытовой комиссией, которая и предоставляет места в общежитии. Юлия Виноградова также отметила, что в первую очередь ВУЗ старается заселить первокурсников в целях их скорейшей адаптации к университетской среде. Мы планируем, то есть пока по цифрам приема, что у нас будет порядка 6 тысяч иногородних студентов первого курса. Поэтому как раз и говорит о том, что оставшиеся места, которые есть в деревне Универсиада, они распределяются жилищно-бытовыми комиссиями уже согласно рейтингу. И каждый студент старшего курса, который не является вот только поступившим первокурсником, имеет свой рейтинг в системе своего института. Юлия Виноградова отметила, что студентам необходимо отслеживать приказы о заселении в общежитии. И если они неожиданно не найдут своей фамилии, необходимо обратиться к своему куратору или заместителю директора института по социально-воспитательной работе. Тимирхан Алишев добавил, что 25 августа для студентов запускается сервис по съему квартиры. Основная задача, чтобы вот через такие белые сервисы мы наших студентов, российских, иностранных, могли заселять не только в наше общежитие, но и в квартиры в городе Казани, чтобы это был белый, прозрачный, понятный рынок с определенными обязательствами, как со стороны арендодателя, так и со стороны арендатора. Также на прямой линии обсудили множество организационных вопросов, касающихся расписания занятий, выплаты стипендий и знакомства первокурсников с университета. Полную версию можно посмотреть на ютуб-аккаунте Универ ТВ. Диана Желенкова, Универ Ньюс. В Казанском федеральном университете опубликован приказ о зачислении студентов-контрактников. Документ подписан ректором Ильшатом Гафуровым. В Казанском федеральном университете доказали влияние горных пород на окисление нефти. Исследование получило поддержку Российского научного фонда. Количество нефти, добытое из карбонатных коллекторов в России, по-прежнему не может похвастаться высокими показателями. А ведь уже в ближайшие годы разработка таких запасов станет насущной необходимостью, как уверены специалисты нефтегазового профиля. Для того, чтобы найти уникальный подход к этим непростым залежам, ученые приоритетного направления эко-нефть исследовали горные породы в качестве оперативного помощника в процессе горения нефти. Этот эксперимент включает исследование минералов кальцит и доломит. Кальцит и доломит – главные минералы в карбонатном резервуаре. Во всем мире мы имеем примерно 60% нефти, они находятся в карбонатном резервуаре. Тщательное исследование воздействия данных минералов на горение нефти предоставляет важную информацию для применения процесса внутрипластового горения в карбонатных коллекторах, которые обладают огромными запасами нефти. Важно знать, что минералы внутри резервуара влияют на процесс излечения нефти. Изучение горных пород на окисление нефти в Казанском федеральном университете началось примерно 7 лет назад. На данный момент ученые доказали, что добавление карбонатной породы способствует осаждению топлива в процессе окисления тяжелой нефти. Мы можем использовать данную технологию для резервуаров России, Колумбии, Канады, Китая и других стран для излечения тяжелых нефти. Исследование казанских ученых носит прикладной характер. Оно актуально тем, что тщательное исследование воздействия этих минералов на горение нефти дает важную информацию для применения процесса внутрипластового горения в карбонатных коллекторах, который обладает огромными запасами нефти. Доказано, что добавление карбонатной породы способствует осаждению топлива в процессе окисления тяжелой нефти. Студенты и сотрудники Казанского федерального университета приглашаются к участию в республиканском проекте «Контент-марафон». Проект направлен на вовлечение молодежи в разработку и создание контента в целях развития межкультурного и межконфессионального диалога, формирования позитивного образа мышления в области поддержания мира, дружбы и согласия в Республике Татарстан. Озоновый слой разрушает полярное сияние. Об этом сообщили японские ученые. С помощью сверхтехнологичных инструментов они выяснили, что завораживающие природные явления не только красивы, но и крайне опасны. Истощая озоновый слой, северные сияния могут катастрофически повлиять на глобальный климат. Если вода – источник жизни, то озоновый слой – ее защитник. Это часть атмосферы, находящаяся на высоте от 20 до 40 километров от поверхности и содержащая в себе высокую концентрацию озона. Именно благодаря ему угубительное ультрафиолетовое излучение Солнца не может проникнуть на поверхность Земли, сохраняя жизнь всему живому. Но в этом слое есть и дыры. Впервые снижение концентрации озона было зафиксировано около полувека назад. Несмотря на то, что основной причиной истощения озонового слоя является промышленность человека, ученые Ногойского университета в Японии установили, что его также разрушают полярные или по-другому северные сияния. Это свечение верхних слоев атмосферы происходит оно следующим образом. Земля, как планета, обладающая магнитосферой, защищает нас от интенсивного солнечного ветра. И заряженные частицы солнечного ветра, двигаясь вдоль магнитных линий Земли, вторгаются в атмосферу и происходит это вблизи магнитных полюсов. И такие вторжения сопровождаются свечением. Тропическую часть планеты от заряженных частиц защищает магнитосфера. Там озоновый слой либо вообще не разрушается, либо происходит это очень медленно. Как уже было отмечено, вблизи магнитных полюсов Земли заряженные частицы все же вторгаются в атмосферу, образуя сияние. Там они задерживаются, а затем вновь освобождаются в части атмосферы, только уже со стороны поверхности Земли, а не от Солнца. И его отсутствие лишь усугубляет этот процесс. В условиях продолжительной полярной ночи озоновый слой истончается максимально. Причем озон и разрушается, и создается именно ультрафиолетом. То есть солнечная радиация имеет тут ключевое значение. Разрушение озонового слоя может серьезно повлиять на глобальный климат. Уменьшение концентрации озона в атмосфере может значительно понизить температуру воздуха, а также увеличить заболеваемость рака. В худшем случае полное исчезновение озонового слоя просто-напросто убьет всю экосистему планеты. Однако достоверно утверждать о последствиях нельзя. Говоря про интенсивность процесса разрушения или процесса накопления озона, важно отметить, что в настоящее время надежных данных на этот счет нет. Но регенерация озона происходит, и существующие данные показывают, что озоновые дыры имеют свойство менять свою площадь, при том как в большую сторону, так и периодически в меньшую. Таким образом восстановить озоновый слой можно. Уже сейчас человечество старается контролировать выбросы вредных для атмосферы веществ. Диана Желенкова, Универньюз. На этом все. В студии была Диана Желенкова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok